Соответственно, это все отразится на России, и трансформация России будет очень нехорошая. Очевидно же, что Украина будет бороться до конца. Не нужно вот этот вот хвост рубить по кусочкам, понимаете, то, что сейчас происходит. Нужно просто массированно уничтожить все эти танкеры. Есть возможность кошмарить, терроризировать людей. Согласно Джиотиш, его рейтинг будет снижаться. Я ожидаю, что будет большой скандал на почве шпионских вот этих вот историй. Сегодня у нас на зв'язку гуру нашего часа у сферы астрологии Алак Нераджан. Вітаю вас. Намасте, приветствую вас, дорогие друзья. Мы рады служить святу. Дякую. Світло важливо в нашему жизни, особенно, когда такие светлые люди появляются у нашем эфире. Но поговорим дальше про темных. Усих хвилює вопрос, как долго Путин еще будет узурпировать владу. А кто такой Путин? Вы знаете, так все говорят, Путин, Путин. Никто не знает, кто он и откуда он. Там же известно, что он непонятно где был, непонятно когда родился. У нас нет даже карты его рождения. Поэтому тут не столько важен сам Путин или его какой-то двойник, сколько то время, в котором мы живем. А живем мы во время трансформации. Россия сейчас проходит такой болезненный этап трансформации. Начало этой трансформации, такое основное начало, очень жесткое, это март-апрель. Это реорганизация. И, соответственно, и для элит это очень опасное время. И во многих отношениях это опасное время. Поэтому в буквальном смысле самое интересное, что может быть оно сейчас будет происходить. Вообще жалко, конечно, что так повела себя Россия. Что принесла столько горя, что люди позволили себя вовлечь в это все. Теперь судьба должна собрать урожай вот этой боли. Те люди, которые пришли убивать, должны это испытать. Соответственно, это все отразится на России. И трансформация России будет очень нехорошая. То есть буквально, если раньше мы констатировали, что просто идет разрушение Российской Федерации, мы с вами когда-то говорили, что нравственности там нет, образование, наука, производство, медицина, все разрушено. Теперь еще и капитал ушел, образованные люди уехали, смертность колоссальная. В общем, к этому всему добавилась теперь вот эта трансформация, когда доминирует страх, когда убийства вошли в норму, когда уже началось гражданское противостояние, идет реорганизация. Действительно, вполне возможно, что Кмайя не станет этого парня, о котором вы спрашиваете. Но, на мой взгляд, это не так важно. Важно, что идет реорганизация, и она, в принципе, ослабит Россию. Дуже много сопередчиков на тему, власне, живый Путин или нет. Чи это тот самый Путин, который был когда-то. Взагалі, что вы про это думаете? Кто такой Путин? Вы знакомы с ним? Какой он был? Очевидно, что он совсем другой, что личность сейчас совсем другая. Это произошло эволюционно или просто заменили тело. Это не важно. Важно, что Россия сейчас очень сильно изменится. Вот это важно. После выборов в России масованные ракетные и шахетные атаки взросли. Чи есть светло наприкorde тоннелю? Сили, деньги, в них ракеты есть. Все есть. В достатной количестве. Чи означает это, что атаки длится еще долго? Вот вы знаете, мне кажется, нужно задать вопрос, зачем они делают это? Какая цель? Очевидно же, что Украина будет бороться до конца. Очевидно, что это не вопрос того, чтобы давление осуществить, кого-то испугать. Мне кажется, что цель очень простая. Они уже понимают, что в течение месяца-двух Украина может уничтожить все НПЗ российские, все танкеры российские и буквально оставить Россию без топлива. И поэтому они делают это как предупреждение. Какие мы страшные, делайте все, что угодно, только не нарушайте наш топливный баланс. Обидно, что еще Америка в это вписывается, что Америка еще говорит, не надо слишком сильно прижимать хвост России. Знаете, что я думаю? Я думаю, что чем быстрее вы закончите, тем меньше атак будет со стороны России. То есть не нужно вот этот хвост кота рубить по кусочкам, понимаете, то, что сейчас происходит. Нужно просто массированно уничтожить все эти танкеры, которые из Новороссийска везут нефть в сторону всего мира. И соответственно все НПЗ добить. Ну или насколько это возможно, естественно. И когда произойдет постфактум, исчезнет необходимость бомбить обычных людей. Мне кажется так. Энергетичная ситуация в Украине не из лучших сейчас, а на летний период прогнозуют еще важную картину. Чи бачите вы массовые блок-аути через ракетный террор Российской Федерации? Это не более чем давление терроризм. И соответственно, чем раньше вы освободите террористов от шанса что-то сделать, что-то спасти, тем раньше они перестанут это делать. Просто нужно разрушить то, что можно разрушить. Пока это разрушение будет происходить, будет страшно. Естественно. Это же животное, оно будет бороться. Но если растянуть это во времени, то от этого лучше не станет. Еще больше будет горя, еще больше будет боли. Мне кажется, нужно активизировать эти атаки, выдержать этот набор. И соответственно, уже летом это все завершится. Террорист Путин хочет использоваться тем, что Украине сейчас не дают необходимой количество оружия и готовят пойти на захопление Харкова. Деякие говорят, что и Киева. Такую думку высловляют очень много экспертов. Чи может быть вообще захоплений Харков, Киев и чи готуются враги до наступа? Ничего больше Россия не захватит. Разве что какие-то отдельные маленькие фрагменты в обмен на десятки тысяч своих солдат, как это было в Авдеевке. Соответственно, ни о каком Харькове речь не идет. Это все тот же террор. Потому что единственное, что они могут делать, это терроризировать людей, чтобы попытаться спасти нефтяные системы, которые фактически питают Россию. Поэтому ни о каком наступлении речи не идет. И с астрологической точки зрения, и с просто банальной логики нет там возможности или шанса захватывать Харьков. Есть возможность кошмарить ради того, чтобы создать напряжение, создать вот эти болевые какие-то эффекты. Помните, такое это уже было. Сколько раз вам обещали атаку на Одессу? Что-то не произошло так и на Одессу. Теперь это повторяется с Харьковом. А про Николаев сколько раз было разговоров? Речь не идет о наступлении. Речь идет о терроре. И террор закончится в тот момент, когда вся нефтяная система будет уничтожена. Все. Давайте поговорим про факторы, которые влияют на то, как закончится война. Результат войны в Украине залежитиме от битвы в політике США. Про это в интервью Радо Свобода сказал один из самых известных современных политологов и философов Фрэнсис Фокуяма. Сейчас я его процитую, дещо вас запитаю. Если Трамп победит на наступных выборах, я считаю, что это очень-очень плохо. Я не вижу никакого хорошего сценария о таком случае. А какая ваша думка про Трампа, сгадая на его натальную карту? Ну, наверное, нужно не с этого начать. Вы начали о важности Америки. Конечно, несомненно, Америка важна. Но я хочу вас поправить, если позволите. Первое. Самое важное – это украинские войны. Ваша ВСЛУ совершенно потрясающая. Совершенно потрясающая. И сила этих войн вырастет еще на порядок, когда пройдет молебен. Второе, что очень важно, и на чем держится эта будущая победа, это, конечно, новые технологии и ядерное оружие. Я надеюсь, что сейчас она уже разрабатывается или разработана, просто скрывается. Третье, от чего зависит результат, это, конечно, тыл. А именно готовность менять политическое устройство страны, которое на сегодняшний день не соответствует реальности. Потому что вам нужен стратегический совет, который будет состоять из наставников. Вам нужна рада, которая будет состоять не из торговцев, а из наставников и лидеров. Причем рада, где каждый из депутатов должен будет доказать свой уровень концентрации и ответственности. Наконец, вам нужен гетьман, который будет избираться радой. Потому что, к сожалению, из-за того, что не рада избирает вашего президента, между радой и президентом все время есть какое-то напряжение. Если же президента, или точнее Гетьмана, будет избирать рада, то этого напряжения не будет. Ну, многое можно перечислять, но очень важно, чтобы эта готовность меняться была, потому что на этом основывается будущий успех. И только потом очень важно влияние Европы, не Америки, а Европы. Потому что Украина часть Европы, а не Америки. А только после этого важна Америка. Понимаете? Я, конечно, слышу, что ваши политологи все считают, что нет, самое главное, Америка номер один. Конечно, важна Америка. Но в данном случае вам нужно опереться на себя и на Европу. С точки зрения Трампа, или что вот в карте Трампа, интересная ситуация, потому что его, согласно Джиотиш, его рейтинг где-то с октября, нет, наверное, ноября 23-го года и вплоть до октября 24-го года будет снижаться. Таким образом, Трамп подойдет к моменту выборов в очень слабом состоянии. Это еще не все, конечно, но это фактор очень важный. Правда, я не пойму, почему вы так не любите Трампа. Ничего он плохого не делал. Он говорит много плохого, но делает все очень довольно достойно. Мне так кажется. Раніше Трамп заявляв, що у разі свого переобрання він зупинить війну в Україні протягом 24-х годин, звичайно, нехтуючи інтересами України. Нет, нет, он так не говорит. Более того, он говорит противоположное. Он вообще такой в плане разговора очень свободный человек, он много чего говорит. И вы в его текстах начнете и найдете и то, что он не хочет давать оружие, и то, что он хочет давать оружие, и то, что он не хочет или хочет давать деньги. Я бы на вашем месте ориентировался не на слова, а на дела. Тем более товарищ Фукаяма, как вы знаете, не оказался очень хорошим прогнозистом, хоть и очень известным. Трамп уже неодноразово виступав против допомоги Україні, хвалив Путіна и лякав світ ядерною війною. Він, до речі, перешкоджає виділенню коштів для оборони України. Трамп проросійський. Він має хороші стосунки з президентом Путіним. Про це він неодноразово і регулярно заявляє. Він вказує на Путіна, як на людину, якою він захоплюється. Він ніколи не критикує російського диктатора. Він дуже чітко гнув лінію серйозної, сильной Америки і ослаблення Росії. Іменно Трамп взорвал цих російських солдат в Сирії. Іменно Трамп обрубив, чи наоборот, запустив разработку нефти, которая понизила цены во всім міре на нефть. Почему сейчас Байден этого не делает? Понимаєте, я не можу говорить Трамп хороший или плохой, потому що для мене недостаточно того, що я слышу. Тому що то, що я слышу, не соответствує определению, що Трамп какой-то плохой. Тому що він робить не соответствує, понимаєте? У мене таке впечатлення, що йдет якась просто війна на уровні інформаційної. Ще раз повторюсь, я не можу цього оценивати, тому що я не політолог, я не живу этим і не изучаю це. Але з того, що я слышу, це вигляється смішно. Смішно, коли ваше люди кажуть, що Трамп плохой, Байден хороший. Смішно. Стосовно астрологічної карти Байдена, другий термін буде? С Байденом тоже дуже інтересна ситуація, тому що, несмотря на те, що в цілому він вроде б не должен терять сейчас рейтинг, але летом він должен заболеть, його ждет серьезная болезнь, вплоть до того, що, можливо, він покинен гонку. Не обязательно це стане вообще отказом от президентства, але він просто несколько місяців може відчезти з ефіра. Тому що, якщо на ці факти бачити, таке впечатлення складається, що вони оба на грани. Вони оба на грани з точки зрения астрології. Я би подождав до середини лета, може бути до августа, щоб окончательно определился, хто же буде участвувати в цьому розыгрыші. Потому что, возможно, кто-то из них сойдет с дистанцией. Более того, скорее всего, тот, кто сойдет, именно наследник того, кто сойдет, и выиграет выборы. З'явилося дуже багато новин про те, що Європа готується до великої війни з Росією. Чи справді європейські лідери знають щось важливе та проводять екстрену підготовку власних армій до можливої війни? Дякую за перегляд! Тоді перейдемо до польського питання, яка доля нашої дружби з цією країною? Чи зможе Росія далі розпалювати ворожнечу між нами та Польщою і взагалі у що це переросте? Дякую за перегляд! Нет, в апреле я ожидаю, что будет большой, ну, может, небольшой, какой-то внутренний скандал на почве шпионских вот этих вот историй. Когда для поляков станет очевидно, что это разжигает эту всю историю посланники или гонцы или агенты России, и после этого вот эта вот иллюзия спадет и восстановится нормальное отношение. Так что не надо переживать, уже в мае все будет хорошо. А в сентябре, согласно польской карте, Польша держит большую победу. Как по мне, то учитывая, что примерно такая ситуация и в украинской карте, мы можем говорить, что, в принципе, это момент очень позитивный. Он касается именно войны, потому что Польша косвенно участвует в войне. Давайте поговорим про астрологический план действий, чтобы организовать важливые події месяца. Розкажите, пожалуйста, нам про найсильные дни квитня за всеми показателями, которые могут очень хорошо влиять на наше жизнь, которые имеют большие бали силы и подходят для всех важных вещей. Сейчас идет коридор затмений. Вы наверняка в курсе, у вас много костей наверняка объясняли, что коридор затмений в точке зрения деятельности неблагоприятный. Потому что сознание человека, а сознание человека состоит из двух частей, женской и мужской, за которые отвечают солнце и луна. А сейчас идет затмение и одного, и второго, по сути. Ну, что луна слабая, а солнце вообще затмевается. Соответственно, первая половина, если быть точным, у нас 8 апреля следующее затмение, еще плюс две недели. Ну, 10 дней, может быть, две недели, когда идет вот это негативное влияние. Поэтому что-то позитивное делать не стоит в это время. Ближайшая позитивная дата – это 23 число. Будет хорошая такая, в принципе, комбинация планетная, когда можно действительно действовать и что-то делать позитивное. Следующие даты две – это 26 и 27 апреля. Когда можно делать вещи жесткие. То есть, когда речь идет о каких-то действиях, которые могут быть позитивными. Или, скажем так, позитивными, но при этом очень конкретными, очень проявленными, очень важными. Тогда это тоже позитивное, хорошее время для таких действий. Это 26 и 27. То есть, скажем так, праведные жесткие действия. Если же говорить о том, что плохо, когда что плохо, поскольку мы описываем, то, конечно, самое худшее время – это 7 и 8 апреля, это непосредственно затмение. Еще очень опасный день – 11 число. 11 число – действительно опасный день. И я бы еще из апрельских вот этих дат выделил 17 апреля, потому что 17 апреля – это лучший в году, в этом году день, когда можно и нужно начинать какие-то очень жесткие, опасные, судьбоносные действия. Так что, возможно, мы именно в этот день начнем молебен. Ну, посмотрим, как сложится. Для всех тех, кто не понимает, почему АЛАК говорит «можливо», мы начнемо. Я нагадаю, что нам нужно дозбирать определенную количество голосов. У нас должно быть 300 тысяч голосов для того, чтобы этот молебен был. Скажите, пожалуйста, если у нас будет 287 тысяч голосов, например, он не будет? Нет. Он состоится. Вообще подготовка уже полноценная должна начаться с момента пересечения 200 тысяч. И, соответственно, он уже после этого должен состояться. Но нужно понять, что если мы заняты созданием такой сильной и тратим время многих людей на создание такой сильной энергетики, могущественной энергетики, то нужно сделать это максимально позитивно. Понимаете? Если уже делать, то давайте сделаем по-настоящему. И в каком-то смысле вы несете ответственность за этот молебен. Потому что именно на вашем канале эта идея была высказана. Вы помните? Так, я помню, когда я вас спросила, что мы сможем сделать, чтобы победить в этой войне, чтобы война закончилась швидше, вы чётко нам дали инструкцию. И дякую вам и этому эфиру, и вашим учням, и пані Ирине, ведущима, и однокурсникам из вашей академии. Процесс пішов, и это, наверное, нас тишит. И я понимаю, что так, моя ответственность у меня есть, поэтому я рекламую голосование в каждом своем видео с разными своими гостями. Звичайно, мы докладываем максимум усилий, и я верю, что у нас это вдастся. Друзья, поддержите, кто еще не проголосовал, обязательно сделайте это. Посилание завжди в описании к каждому видео. Оставляется просто зайти, ввести свое имя и прозвище, имейл, это очень просто, нема имейлу, попросить, не знаете, как створить его, попросить своих знайомых, рідных. Это три хвилини часу. Натиснути, проголосувати – это ваше волевиявлення. Чому це потрібно зробити, ми вже пояснювали у попередніх ефірах, тому що без воли народу цього не має бути. Тому що це кармічна відповідальність проводити такі різні речі, просто взяти, ага, я собі придумав, я собі таке роблю, і я за це несу відповідальність. Поясніть, будь ласка, чому не можна отак зробити, як би хотіли багато українців, які переживають, чому в нас ще досі нема 300 тисяч голосів. Ви понимаєте, це ж формування найбільше, найбільше осознанніх людей. Це процес. Не буває такого, щоб сознання народу змінилося мгновенно. Це невозможно. То есть совершенно неудивительно, що ми так, ну, некоторе время це робимо. Я, чесно говоря, ожидав худшого, я ожидав, що буде процес медленні йти, а набор голосів йдет дуже быстро. І важність того, щоб було багато людей, она колосальна. Якщо ви, а ви, конечно, сталкивались з цим знанням, що желання і дійси одного чоловіка, якщо принять за единицю, то коли собирається два чоловіка, їх суммарне желання, умножається на порядок. Коли собирається три, на два порядка. Коли собирається колектив в такому колосальному об'ємі 300 тисяч, це більшає сила. Тому в добрий путь, я уверен, що ви зможете, і ученики наші змогут собрать, виконувати це прекрасне служення, яке в конечному ітогі приведет к счастью не тільки України, але й всього міра. Тому що в противному, якщо Україна не зможуть выстояти, не зможуть зміниться, стати наставниками, к сожалению, війна повториться. І це важливо для всіх, для всього міра. Дякую за перегляд!